Привет, мои биатлонные друзья! Можно сказать, что наступил у нас экватор в Анхольца чемпионата мира, потому что прошли пять гонок, практически половина дистанции, и результаты у нашей команды самые что ни на есть позитивные. Александр Логинов принес золотую и бронзовую медаль, и, как мы видим, даже, наверное, руководство СБР не ожидало подобных успехов, потому что Александр выиграл, можно сказать, выполнил большую часть медального плана. Медальный план перед началом сезона был три медали, он выиграл две, при этом высшие пробы. Последний раз у нас золотым медалистом чемпионата мира в мужской команде был Максим Чудов в далеком 2008 году. И сегодня мне бы хотелось как раз рассказать о успехе Александра Логинова, который состоялся по многим причинам вопреки. Во-первых, последние все годы против него велась достаточно такая жесткая информационная политика со стороны иностранных коллег. Поминали все его допинговое прошлое, это было и после его победы, и многие сказали, что не хотели бы видеть его на первой ступени в виде стола, при том, что сама история произошла 7 лет назад, и Александр после этого много раз всем доказывал, что способен побеждать без всяких запрещенных препаратов. Он постоянно проходит допинг-тесты, сказал, что только в этом сезоне прошел 12 допинг-тестов. И я думаю, что тот прицел, под которым находится вообще весь российский биатлон, лишний раз показывает, насколько Логинов действительно чистый на сегодня спортсмен. Что касается других моментов, то здесь проблема не только, скажем так, во внешней критике, но и во внутренней. Про Александра много говорили, и тренеры в том числе критиковали, и старший тренер сборной Сергей Белозеров подчеркивал, что где-то он делал не совсем ту работу, на его взгляд, где-то он увлекался слишком скоростной стрельбой, и тем не менее на решающий этап подготовки ему доверили готовиться и тренироваться с лишним тренером Александром Каспировичем, который его и подвел в оптимальной функциональной форме. То, что буквально один выстрел его отделил от победного дубля на последнем огневом рубеже, это тоже фактор важный, показывающий его хорошее психологическое состояние, то, что в плане стрельбы он подготовлен практически идеально, поэтому здесь, на мой взгляд, критика тренерского штаба, она слишком неуместна. То, что он знает прекрасно свой организм, его тренер Александр Каспирович знает, насколько он подготовлен, ну и хотелось бы также выделить людей, которые не отвернулись от него в те сложные годы, помогли остаться в спорте, это и бывший президент СБР Александр Кравцов, который всячески поддерживал Логинова, и мне хотелось бы высказать и ему слова благодарности, в том числе в этот момент. Кроме того, были сложные моменты с пропущенным сбором в Рамзау, то, что многие неоднозначно оценивали эту ситуацию, думали, что Александр, может быть, пропустив этот сбор, будет не в лучшей форме по ходу сезона, и поначалу, собственно, их слова начинали оправдываться, но затем он доказал, что, в общем-то, все было сделано правильно, и что эта ошибка не была какой-то фатальной, этот пропуск сбора. Причем для того, чтобы его отпустили, насколько я знаю, в Рязань приезжал его личный тренер Александр Каспирович, общался с вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, и в том числе был решен этот вопрос. Поэтому я думаю, что лидер команды, он имеет право на какие-то определенные ситуации, на какие-то определенные послабления. Мы видим пример тот же Йоханес Бео, норвежец, который завоевал серебряную медаль в гонке преследования. Он также поставил семейные вопросы выше спортивных, и, в общем-то, это не пошло ему сильно во вред. Поэтому я думаю, что и в этом случае Александр не прогадал. Поэтому поздравляем его, но, опять же, нужно понимать, что его успех – это не успех всего Союза биатлонистов России, это не результат их целенаправленной работы, а результат исключительно таланта конкретного спортсмена и деятельности тех людей, которые его окружали, которые ему помогали. Александр, как лидер команды, и в контрактной ситуации стоял всегда на своем, не прогибался под угоду определенных, чиновников, и, в общем-то, я думаю, что и в дальнейшем будет себя проявлять именно как лидер. Потому что, насколько я знаю, что он лидер не только на гонке на трассе, но и лидер в раздевалке. В общем-то, настоящий мужчина, настоящий боец, поэтому еще раз всех поздравляю с этими двумя медалями Александра Логинова. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.